автомобильная дорога в скай парк вот уходит налево но мы легких путей не ищем и мы с вами отправляемся гулять на очередную тропу которая находится друзья в поселке казачий брод паркуемся возле форелевого хозяйства и идем искать эту тропу но вы вместе со мной сегодня мы с вами ну во первых постараемся дойти пешком до скай парка мы с вами попробуем зайти в пещеру я капец как боюсь этой истории я один раз заглядывал глазом в пещеру но я туда не пошел ну мне диковато эти все истории но мне хочется поэтому преодолеваем страх вместе с вами и заходим туда если она сейчас будет функционировать в прошлую тропу мы отправляли с вами после дождя сейчас после снега чего ожидать не знаю погнали смотреть ну что ребята я нашел тропу она выглядит вот так опять эти скользкие камни есть указатель как ориентиры это подвесной мост горная река в принципе с чего мы начинали с вами тот выпуск когда мы ходили вот на ту тропу что ожидать от этой тропы я не знаю наша задача вот сходить в пещеру там вот есть я так понял что в том выпуске я показывал отверстие так называемая в скале это как раз и есть грот иконы божьей матери там но я так прошлом это установлено посмотрим на мете 500 метров здесь так написано погнали смотреть ну а перед просмотром поддержите пожалуйста выпуск лайком подпиской репостом колокольчиком отправляемся в путешествие друзья ну что снова скользкие камни снова я обращу ваше внимание на то что если идете в такие места конечно одевайте нормальную качественную обувь в отличие от меня я иду в своих обычных кроссовках которых я гуляю ну я не такой горный человек я не подготовлен я только начинаю осваивать эти тропы мне это безумно как понравилось и в дальнейшем конечно докупим всякое бундирование интересное которое будет помогать мне покорять вершины слушайте смотрите тупо камни идут скользкие скользкие грязно вот меня манит это после дождя то после снега речка обрела свой горный вид в тот раз мы с вами когда гуляли на ту тропу помните да она была такая грязная коричневая типичная горная после дождей а вот сейчас нет она такого уже красивого цвета слушайте тут этот склон то по моему пожестче будет кстати нам еще предстоит с вами дойти до смотровой площадки она там есть да ладно это сюда точно идти вы помните в том выпуске я показывал что вот эти колючки они нереально колятся и смотрите здесь больше нет нигде обхода тут нет тут тоже нет вон там нам надо было пойти дайте-ка я немножко наверное спущусь сейчас блин долгите блин ну ладно пойдемте друзья ау-ау-ау как они колятся сильно ау-ау-ау вроде прошел ли прошли препятствия колючки тут нас ожидала следующее препятствие тут кто-то нагадил нифига себе все за зверь да кстати а вот тропинка я так понял что но там дерево легло не знаю когда она упала слушайте короче после дождя после дождя и после снега в таянии снега конечно ходить на такие места не очень безопасно так нас там собака какая-то лает встречает ой 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 так слышу пса ой 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 так смотрите есть указатели пещера икона так горный мед один килограмм 700 прикольно вы кстати тоже очень люблю горный мед всегда когда жили на красной поляне покупали блин пёс хорошая как стрёмно счет и лайк все тихо тихо пещера слушайте ну вот значит здесь нормально ходят люди добираются и все хорошо слушайте ну я что вижу по этой тропе ну сразу сходу не знаю как будет дальше первое здесь есть указатели значит шок курица побежали такие значит этот маршрут более истоптанный здесь ходят ходят в эту пещеру вот так вот гуляют потому что тот маршрут он вообще диковатый плюс он находится возле обрыва в общем кто не смотрел выпуск обязательно посмотрите то тропа вот прям вообще опасная эта тропа такая я бы ее назвал ну лайтовенькая пока что вот мы идем пока более-менее единственный грю усложняет это такая вот дорога потому что видите снежок у нас выпал снежок он тает светит солнце и все превращается в такую кашу сейчас наверное опять на ботинках будет просто килограмм грязюки ну вот вообще смотрите через каждый просто шаг вот указатель он там указатель вон указатель как берется да это такая уже тропинка для людей я хочу сами зайти в одно место пойдемте посмотреть какой у нас ведь сейчас будет открываться классно у ее так чуть не упал оба сквозь ветки ну посмотрите какой кайф ничего себе вот на той тропе ребята мы с вами вон там стояли вот так вот мы ходили вон туда мы не попадали и вот туда 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 уходили вон там люди ходят может быть видно вам видите какой подъем я не знаю это градусов 45 наверно посмотрим насколько здесь обрыв вот такой вид друзья но мы еще совсем так сказать никуда не поднялись только начали свой путь помните тропа 500 метров 500 это пхлин это пол километра и огромное что я хочу подчеркнуть что кто-то думал 500 что тут 500 не друзья в горах когда идешь 500 метров то 500 метров превращаются как будто бы в 5 километров вот кто ходит в горы напишите вот сколько раз мы куда-то подним должны красной поляне ты идешь магазин по вот этой подъему вроде вот он дом но так долго идти так тяжело ладно давайте продолжать посмотрите вот еще один указатель так классно так тихо так спокойно я вообще короче мощно полюбил всякие такие интересные походы конечно же от вас должна быть максимальная поддержка виде как минимум лайка будем ходить чаще у меня вообще цель такая что сейчас перебьюсь вот ведь еще указатель совсем немного прошли ухта подъем все жестче жестче поднимается запахался я уже у меня знаете такая есть цель сейчас в ближайшее время пропылесосить все пешие маршруты которые идут до красной поляны на красной поляны и плавно перебираться в сочи там будет потеплее уже там есть интересные самшитовые тропы очень долгие туда хочу с детьми прям с палаточкой может где-то там переночевать в общем посмотрим мест здесь кайфово хватает для развития себя как походных так развитие детей приходи в горы дыши ну классно же может быть когда-то с кем-то будем из вас кто смотрит кто подписан посещать такие места вот раз табличка тут же два вон три да эта тропа такая но как вы можете заметить видите какой подъем камни хотя бы сухие это уже радует на той тропе вспомните да кто смотрел вообще были все мокрые мокрые я шел как этот как на как на лыжах вот еще указатель не знаю зачем мне так на ляпали много ну тропа достаточно натоптано друзья деревья лежат еще указатель на той тропе я единственно что заметил несколько деревьев были промаркированы краской как метки чтоб не заблудиться за звуки наверное этот снег тает звук такой как будто бы что-то там в кустах ух ух ты слушайте такой вид классный вообще посмотрите так ну пойдемте дальше да поднимаемся все выше 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 ну вот уже можно увидеть с вами перепад вон где крыша дома и мы так поднялись сколько я не знаю метров на 50 там и точно уже поднялись наверно вверх так а вот тут смотрите пещера икона пещера икона смотрите есть туда указатели а а есть туда указатели так нам надо понять куда нам идти так ребята я попробую я понял что это значит смотрите если мы пойдем направо мы попадаем с на смотровую площадку и скорее всего там вот это будет так называемая скважина в стене типа похоже на грот я просто его видел вот стой скалы давайте мы пойдем так пошлите сюда меня как-то больше тянет история пойти к обрыву посмотреть эти виды великолепные я думаю вы со мной разделить это чувство и продолжите со мной восхождение как штырской пещере так я не знаю конечно получится ли у нас сегодня с вами дойти пешком до скайпарка попробуем конечно снег не пойму мне кажется он прям утоптанный давайте продолжаем продолжаем отвлек меня звонок здесь видимо когда-то было вот тросовое ограждение от обрыва но она сейчас не функционирует самшиты ленточки видите сколько ленточек привязаны да вот видите она заграждение пошло но там дальше его уже нет его либо специально сломали либо как-то от природы так случилось классно какая все еще такая погода кайфовая мы в тот раз ходили было пасмурно какой вид а сегодня солнышко греет вы могли заметить что я сегодня без куртки только в жилетке кофта под кофтой у меня только футболка шапку одел чтобы теплее было ну пойдемте пойдемте дальше блин где же этот грот то находится и правильно ли я его называю оба грот ли это подниматься приходится вот так вот держась за деревья потому что подъемы очень-очень крутые вот периодически так подтягиваю я себя рукой плюс грязь плюс опасность что я могу подскользнуться так и вот оба указатель еще пещера на этой тропе по моему вообще нереально свернуть не туда вам это кстати уже подошли близко к прыжкам давайте посмотрим что у нас тут а тут у нас друзья ничего так ну а вот она непосредственно смотровая я ее уже вижу но у меня остается открытый вопрос так мы сами по снегу немножко прогуляемся я почищу ботиночки у меня остается открытый вопрос где-то дыра в скале стой скалы стой ее было видно как бы очень хорошо здесь получается что мы идем вдоль нее и ничего не видать икона икона вернуться обратно пишет смотрите смотрите здесь икона туда не пойму я так давайте с вами сделаем пляха муха ребята я не знаю как вам передать эту красоту я очень надеюсь что вам ее видать через камеру ёбсиль мобсиль это что-то это что-то нереальное только посмотрите какие виды вообще кайфа смотровая прыжки ну и непосредственно сам sky парк в том выпуске мы с вами вон там были дошли где-то вон до туда до вон тех столбов так задача остается актуальной я не понимаю друзья блин так отступиться страшно потому что здесь вроде хопс а туда вон все пошло уже что-то непонятно и как мне туда попасть так не надо найти надо найти икона туда указать и икона туда указатель ничего не понимаю так ну давайте попробуем вернуться немножечко мы с вами назад давайте давайте пещера у меня такое ощущение что что друзья нам нужно идти опять пещера нет совершенно никаких следов куда можно было бы нам все таки идти ну я же точно видел я точно знаю что там это есть мне кажется что она прям вот тут вот в этом вот холме находится вот это вот что за указатель был пещера то что пещера акштырская пещера я понял так друзья на вот это моменте уходит тропа я очень надеюсь что эта тропа идет как раз иконе мы сейчас пойдем с вами проверим но это мне очень хочется посмотреть я надеюсь что вам так же как и мне хочется это глянуть да друзья мы нашли вот как ориентир да я вам в принципе показал да здесь ухты ничего себе подскользнулся здесь опасно идет обрыв вниз так и вот мы с вами ребята спускаемся оп оп да все не очень кайфово оборудовано но относительно той тропы повторюсь да здесь все достаточно нормально правильно так друзья мои вот такой вот вид мы направляемся к иконе божьей матери вот такие вот ступеньки из настоящего до природного камня то есть это скорее всего не искусственно сделанное и попадаем с вами друзья мы и попадаем мы с вами друзья в святое место покажу вам вот как это выглядит здесь можно постоять помолиться поставить свечку именно сюда я очень хотел попасть в и 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 хоп хоп в общем вторая тропа про которую, да, я вам говорил недавно, она просто идет вот так вот по кругу, ну, просто через лес, то есть там тоже можно прогуляться, но я так понимаю, что самое интересное непосредственно здесь, а вот что за спуск, а вот что за спуск, давайте смотреть, блин, мне отступиться бы, не знаю, нет, давайте на смотровую, все-таки мы сейчас точно дойдем до смотровой, без остановок, да, и со смотровой уже посмотрим, так, о, ну здесь что-то прям цивильно, что-то построено, что-то построено, что-то настроено, вот, опять икона, туда, не пойму, куда, так, а это что у нас? Так, касса чего-то, так, ну пойдемте попробуем, ладно, Вот вид, а А вы не подскажете, это дорога в пещеру, да? Можно заходить, да, туда? А, через кассу? Так, давайте с вами сейчас купим билет, расскажу, что по чем. Возвращаться тоже здесь, да? Ага, все, спасибо. Так, друзья, ну что, так получилось, что, видимо, сегодня я вообще здесь первый, и вы вместе со мной, мы сегодня с вами первые открыли вход на Акштырскую пещеру, вход стоит, друзья, 200 рублей, вот такой билет вам дают, и я заодно, о, мы не одни, мы вот с кошечкой пойдем. Калитку нам открыли, вот такой вот спуск, так, кошечка пьет, не будем мешать, это и есть, друзья, смотровая площадка. Вот такие здесь, друзья, прорубленные, не знаю чем, не знаю кем, в скалах отверстия сквозные, смотрятся великолепно, и туда уходит дорога. Дорога, сейчас мы с вами попозже посмотрим. Ой, смотрите, как красиво, Орел, смотрите, это же Орел, и один, второй, класс. Ага, так, вот так, друзья, выглядит смотровая площадка, непосредственно дорога, старое, старое краснополянское шоссе, которое функционирует, здесь есть еще так называемое древнее краснополянское, на которую я тоже хочу сходить, поэтому, если кто-то смотрит выпуск, кто хочет приехать в Сочи, либо вы уже в Сочи, давайте скооперируемся, сходим. Но она считается очень-очень опасной, потому что там есть вероятности, что что-нибудь на голову упадет. По этой причине она как раз и закрыта. В общем, друзья, обязательно досматриваем выпуск до конца, сейчас с вами идем в ту самую пещеру. Блин, боюсь капец, но нам, конечно, до нее надо еще дойти немножечко, осталось, но мне уже, ну, мне уже не по себе. Вот, я прям вот боюсь такие штуки все, посмотрите. Не знаю, я не знаю, как вам, кто любит такие штуки, я лично, я лично, друзья, вот прям вообще очкую, честно. Я, там, оказываясь в каких-то... Бля, мы дошли. Я не думал, что он так будет близко. Я, оказываясь, в каких-то местах, друзья, как бы, ну, ладно, там лифт, как бы, у меня нет такого. Я боюсь вот этих всех закрытых пространств, которые, которые природные, понимаете? Я, я честно говорю, я не готов. Бегим. Мне достаточно этого вида. Все, я вот тут постою. Я просто посмотрю на этот вид, посмотрю вот на вот этих орлов, которые летят. Я больше никуда не хочу, не хочу, не хочу. Почему я один? Ну, почему я должен идти сюда один? Кошка, ты пойдешь со мной? Слушайте, я не знаю. Я знаю одно точно, вот точно знаю одно, что... Да зачем ты мяукнула прямо сейчас, а? Я знаю, что в таких местах громко разговаривать нельзя. Я боюсь. Дайте мне пять минут, я хочу подумать, идти ли туда. Я не знаю, почему. Я вообще очкую, я очень боюсь таких закрытых пространств. Посмотрите, там лестница, и там нужно, я не знаю, в полусгибе каком-то идти. Пока почитаем, давайте. Что здесь? Находки 2005 года, ахтетические пещеры, нижняя челюсть, пещерная, тазовая кость, тра-та-та-та-та-та-та. Ну и грудной позвонок, позвонок. Что здесь у нас? Смотрите, стены пещеры, входная лестница. Вот мы, получается, вошли. Капельная линия, граница. Вот это, друзья, я не знаю, да, там есть свет, вот есть счетчик, а если свет отключится? С вас вообще какая-то максимальная поддержка. Я вообще очкую. Если бы здесь были люди, я бы пошел. Я не знаю, вообще очкую, друзья. Что делать-то? Вот сейчас просто выпуск находится на грани срыва, и я боюсь туда идти. Ну, я правда боюсь, я не знаю, почему у меня дует. Я боюсь природных закрытых мест, вот прям очень сильно боюсь. Я только начал ходить под этим тропом, так вот решил в эту пещеру, и не знаю, стоит ли вообще туда идти. Ну, видон вообще пугающий. Вот ты просто, ты сейчас заходишь в скалу, и не дай бог что, и все, и там скала, и там останешься. Но мне надо подумать. Ребята, а перед тем, как вы поймете, зашел я в пещеру или не зашел, дошел ли я до конца этой пещеры или не дошел, я хочу сначала прогуляться с вами по дороге, которая ведет непосредственно к самому узкой парку. Вместе с вами дойдем, посмотрим, что здесь за маршрут, что здесь есть. В общем, погнали. Ну, а самую вишенку на торте, конечно же, я вам оставляю под конец выпуска. Давайте смотреть. Итак, вот вход в пещеру, соответственно, касса. Кстати, есть туалет. Далее. Так, смотрите. Вот непосредственно здесь есть информация, да, что это за пещера. Вот, ну, на плакатах, да, можно прям подойти, можно почитать. Мы с вами сейчас идем непосредственно в сам скай парк. Мне хочется посмотреть туда немножечко дорожку. Ну, и вы, конечно, тоже вместе со мной, друзья. Здесь парковка. Сюда, я так понимаю, что можно доехать на машине. Вот такой сидит снег. Все тает, светит солнце. Так, что здесь написано? Уважаемые туристы, мы благодаря вам спасили наши объекты. Иной наш средний налог. Следующие проплаты, налоги. Ладно, понятно, взрослые билеты 200 лет, дети от 5 до 14 лет 100, дети до 5 лет бесплатно. Это вот что касается пещеры, видимо. Ну, радует одно, что дети до 5 лет бесплатно. Мы пока с вами поднимаемся все выше и выше и выше. По левую сторону лес, по правую сторону тоже лес. Позади у нас вход непосредственно в пещеру, касса. И дальше-дальше идет дорога. Я сейчас включил навигатор и решил посмотреть, сколько нам с вами шагать доской парка пешком. Оказалось нам идти 1 километр, а именно 940 метров, идти где-то минут 15. В принципе, я просто про что? Что смотреть здесь особо нечего. Лес. Лес. И тающий снег. Мы сейчас идем вот по такой грунтовой дороге. Я так понял, она такая цепная. И выйдем на асфальтированную дорогу. Вот я сейчас вот туда дойду и там к вам подключусь. Так, вот вы, друзья, можете увидеть машину. Соответственно, кто ленится пешком пройтись по тропе, дойти пешком до пещеры, до этой снотровой, можете спокойно доехать сюда на машине. Там есть парковочка. И вот он заезд. Мы с вами дошли до дороги. Вот так выглядит сюда, ребята, въезд. Кому лень пешочком на машине. Вот он от ворот, оттуда едете. Вот указатель. Соответственно, если едете оттуда, вот он у вас, указатель. И вот указатель на скайп-парк. Здесь есть какая-то зона отдыха. Смотрите, здесь можно шашлычок-машлычок поесть. А еще куда-то туда уходит еще тропа. Вопрос, куда? Может быть, мы когда-то с вами ее тоже покорим. Вообще задумок по поводу вот этих походов, пеших маршрутов огромное количество. Я прям зарядился этой идеей. И, надеюсь, очень-очень заряжаю вас. Будем на канале много ходить, изведывать о крайности. Мы сейчас живем в Сочи, поэтому будем изучать Сочи. Будем жить в другом месте, будем изучать другое место. Ну, это же интересно. Для этого и дана жизнь. Ну что, ребята, вот мы с вами дошли. Дорога туда уходит на Голицыно, поселок, село, деревня. Не знаю, как правильно. Вот непосредственно вход в сам скайп-парк. Нам еще предстоит подняться. Вот здесь есть прокаты квадриков. Он почему-то закрыт, а может быть еще рано. Вот такая вот большая парковка для людей, кто приезжает сюда. Так, поднимемся с вами в горку, посмотрим веревочный скайп-парк. Видите, классно сделанный, интересный. Вот еще отсек парковки. Вот еще отсек. Слушайте, мы так высоко поднимаемся. Просто посмотрите, как еду. Видите, то есть гора-гора, она такая существенная. Я не знаю, 45 градусов, наверное. Ну и все, начинается скайп-парк. И вот еще отсек один. Видите? Так. Ну вот, много всего, ой-ой-ой. Много всего тут, короче, интересного. Но самое главное, что дошли пешком, своими ногами, преодолевая всю эту историю. Ух. Да. Открытый вопрос. А смогу ли я завтра ходить? Так. Цены. Детский 800, взрослый 1500, семейный 3 800, годовой 3 рубля. Ну вот, собственно, друзья, вот так это все выглядит. Ну что, ребятки, мы с вами дошли ногами до скайп-парка. Вы вместе со мной посмотрели, как это все выглядит, какие здесь пейзажи. Ознакомил вас с ценами, показал, где парковки и вообще возможность доехать на своем автомобиле, либо там на белочке. В общем, приезжайте, приезжайте. А мы с вами спускаемся. Друзья, я готов идти. Точно я готов? Я не знаю. Ладно, давайте заходим, посмотрим, будем очень тихо максимально здесь разговаривать. Да, блядь, мне вообще страшно. Я не знаю, ребята, я вообще, я тупый. Смотрите, здесь какие-то есть слои, здесь что-то капает. Я боюсь, потому что это происходит сейчас вообще после снегов. Запах, конечно, вообще. Блядь, насыпь, какая-то насыпь, которая, ну, вы же понимаете, что это. Ёб твою мать. Простите, если будет французский, ребята, но я, ребята, по-настоящему очкую. посмотрите, здесь какой проем. Блядь. Ёбсиль-мобсиль. Слушайте, я пока вообще не понимаю, туда ли я иду, но чтобы вы понимали, друзья, я иду. Блин, я иду вообще. Я, ребята, иду на полусогнутых. посмотрите. Видите? Потому что здесь вон, голова соприкасается. Блядь. Это нереально страшно. Это нереально страшно. Блядь. Блядь. Тут никого нету. Я тут один. Блин, туда что-то уходит, туда что-то уходит. Блин, я вам больше скажу, ребята, я вообще не понимаю, а сколько можно идти. Смотрите, уже нет выхода, его не видно. Пещера продолжается. Это что, туда можно ходить что-ли еще? Нет, я не пойду. Я туда не пойду точно. Напишите мне в комментариях, что я, может быть, очкун. Но я, друзья, очкун, потому что я нереально боюсь всех этих штук. У меня такая адская фобия и вы даже представить себе не можете, насколько я сейчас иду против своей воли. Как тут красиво. Блин, ребята, тут нереально красиво. Смотрите. Слушайте, каждый звук меня пугает. Я не знаю, если есть пещеры какие-то больше, то я туда не пойду никогда. Что-то капает, вы понимаете, что там что-то капает? Блин. Смотрите, какая красота. У меня сейчас, знаете, какая-то такая мысль, а что, если быстро бах, сейчас полетят какие-то летучие мыши? Либо из-за снега начнется какое-то обрушение. Ребята, это нереально. Вот посмотрите там. Все вымокло. Видно же, что все просачивается. Да, кто-то стены расписывает, да, здесь спокойно стоит. А я просто стою, блин, нереально очкую. Я так понял, что все, вот она вся пещера. Мне вот этих вот, сколько здесь метров? 50 метров, 100 метров? Мне, короче, хватило, чтобы побороть свой страх, ребята. Это что-то нереальное. Это что-то нереальное. Блин, я вам говорю одно дело, когда вы идете в компании, а второе дело, когда вы идете один. Туда можно сходить. Я туда не пойду. Нет, не пойду. Какой-то там очень узкий туннель. Может быть, он никуда и не ведет. Может быть, там, где темнота, он и заканчивается. Но я туда не пойду. Это точно нереально, друзья. Это точно нужно обязательно каждому сходить, несмотря на то, что есть этот страх. Я думаю, я точно не один такой, кто боится вот этих природных закрытых пространств. Блин, это что-то немыслимо. Все, начинается опять путь, когда мы просто идем раком. Блин, еще я 200 рублей заплатил за свой страх, чтобы его побороть. Господи, да мы вернулись. Мы вернулись. Фух. Фух. Можете что угодно говорить. Фух. Можете что угодно мне написать в комментах. Но у меня мокрые подмышки. Фух. 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 Вышли. Может быть, ребята, я и очкун. Может быть и... Не знаю. Я вообще, я не знаю, я очень боюсь. Я сейчас настолько преодолел свой страх вот этих закрытых природных пространств. Ну, потому что все как угодно может быть оборудовано, но никто и никогда не застрахован в том, что произойдет какая-то история, и все нахрен рухнет. Наверное, поэтому я боюсь, потому что есть что терять. Блин, стрёмно. Я хочу всем сказать спасибо, кто посмотрел этот выпуск. Поддержите его лайком, подпиской, нажмите на колокольчик, сделайте репост, напишите, что вы скажете по поводу данной прогулки, и как вам такой формат, пишите, пожалуйста, делитесь. Именно с помощью вас я продолжаю снимать. И канал наш растет. Скоро у нас 4000 подписчиков. И это круто, и это очень большая цифра для меня. Нас становится все больше и больше. Сезон зимуем в Сочи, новый формат. Снимаем прогулки, ходим в походы вместе с вами. До новых выпусков, друзья. Пока!